Я Майя и нахожусь в городе Казан. Это сказочном городе. Мы находимся в самом древнем сердце Казани. Это Казанский Кремль. Здесь похоронены рядом средновековных ханов, которые были могучими правителями города. Это были там Мехмед, Мухаммад Эмин, которые сейчас сохраняются под стеклянным куполом. На другую сторону мы можем увидеть дворцевая церковь, которую построили в начале 17 веки. Она построена там, где находился бывший комплекс ханского дворца. А какая прелесть у нас налела! Это башня Сиюмбике. Сиюмбике в перевод означает «любимая царевня». Она была харизматичная и загадочная. И она правила Казанью, когда Иван Грозный взял, успел взять города. Легенда рассказывает, что когда Грозный, завоевая города, попал здесь, увидел красивую правительницу, он в ее влюбился и предложил ее выйти за него замуж. Но правительница, не имея выбора, согласилась, но поставила условия. На семь дней Иван Грозный должен был построить башню с высотой Спасской башни Казанского Кремля. Грозный собрал своих архитекторов и под угрозой смертельного наказания заказал постройку башни. Архитекторы, слава Богу, успели! И тогда гордая царевня лишь попросила Ивана Грозного попроститься со своим народом. Она поднялась на самый верхний ярус башню и сбросилась вниз, оставляя память о непокоримости и вечности борьбы. О ней и сейчас пишут стихи. А что находится за стенами Казанского Кремля? Конечно, современный город и две реки Казанка и Булак. Казанка встречает Волгу на 6 километрах от Казанского Кремля. Что можно искать больше для процветующего города, чем вековная торговая связь с самой главной артерией, водной артерией в России, Волгой? Вот, Казан – это сказка. Приходите и убедитесь в том сами.